...присутствует прекрасного поля. У Fight Night, на мой взгляд, удалось сделать именно то, что удается далеко не всем и не всегда. Понятно, хороших проектов у нас хватает, но у них получилось. Они совмещают и зрелище, в общем и целом, если брать, и спортивное событие, на которое хочется смотреть, на которое можно прикинуть всей семье в том числе. Да, целиком и полностью согласен. Действительно, Fight Night в этом отношении, мне кажется, имеют первое место в таком негласном зачете. Они классно это все совместили и здорово получается у них. Да, любопытный представитель Бельгии, Мамуд Икетам, который по правилам К1 будет встречаться. С Рамазаном Рамазановым как раз. Максим Иванович заготовочки достал. Да, если позволите, достал небольшие заготовочки. Хотелось бы, честно признаться, уделить внимание Рамазану Рамазанову особое, что этот боец, по-настоящему действительно известный в мире, впервые участвует в боях в нашей стране. Если известный в мире, почему же у нас только сейчас? Вы знаете, там много вопросов, и даже, наверное, трудно дать ответ на эти вопросы. А его сегодняшний соперник Мамаду Кита, бельгийский боец Кейлан, достаточно известный в Европе, причем много боев у него в рекордсе и победных, есть и поражение тоже. Вот Рамазан, и Рамазан мне хотелось бы особо сказать, как раз он сейчас ярко выходит по представлению Александра Загорского. Он единственный в нашей стране самый титулованный лицаритель тайского бокса, 7 раз был чемпионом мира по муай-тайу, среди боссовиков. Представляете, среди профессионалов. Это сумасшедство какое-то. Причем в разных лицаревых категориях. И 75 килограмм он стал чемпионом мира в 19 лет, 78 килограмм в лицаревой категории, 90 килограмм. И в плюс 91 килограмм он стал 23 года чемпионом, единственным представителем России, который стал чемпионом Сонг Чай в турнире. Сонг Чай Гуан называется этот турнир. Это элита тайского бокса в Таиланде, организовывая турнир раз в год по аналогу Кей Ван, японскому. И он единственный был чемпионом, представителем Российской Федерации в этом турнире. В 95 килограмм он в Австралии выиграл титул чемпиона мира среди профессионалов по версии WMC. Очень известный, самый титулованный и ведущий версии тайского бокса непосредственно в мире. Всемирный муай-тай совет, так называемый, WMC. В Южной Африке 95 килограмм в этой весовом дивизионе по версии WPMF. WMF это всемирная профессиональная муай-тай федерация. Трижды он по этой версии становился чемпионом мира. 88 килограмм в этой весовой категории. И, значит, последнего победа 25 января 2019 года была одержана как раз по этой версии над бразильцем Массерой. Техническим нокаутом в Таиланде этот бой был. Соответственно, он недавно боксировал, причем его был опыт победоносный. А сейчас можно также дополнить, что благодаря команде Fight Nights, продюсерской команде, мы видим впервые Рамазана Рамазанова на площадке, на территории нашей страны. Таких бойцов надо смотреть. Таких бойцов надо любить. Надо любить своих чемпионов. Поскольку, если мы о них перестанем говорить, о них вообще уже не вспоминать не будет. И это на бойцово абсолютно неправильно. О своих достижениях надо кричать. Если эти достижения вполне себе статусные, обоснованы главные. А можно сказать, что сегодня Эрнесто Хуст, непосредственно безвестный, великий мистер совершенства, который побеждал неоднократно мировые гран-при Киеван, выводит Рамазан Рамазан, потому что последние годы Рамазанов тренируется в клубе Эрнесто Хуста в Голландии. И правда приезжал в Россию и ездил по клубу в нас, в нашем городе, в Москве. Тоже даже довелось нам с ним поработать. Очень интересный боец, правильно воспитанный человек, достойный представитель действительно своей республики Татистан, города Кизельюрта, откуда он родом. Дело начинал у первого тренера Морриса Гассана Гусейнова и два тренера Заналбек Заналбеков, Затон-кеймер в России, Иоанн Аббек Амиржанов, его готовили и по-настоящему сделали из него чемпиона. Настоящая звезда, можно сказать, мирового тайского бокса и Киеван. Эрнесто Хуста, который стоит в его ринге, в его углу ринга и показывает всем, что это его подопечный уже, можно сказать, что двойное уважение к этому факту. Плюс, можно еще сказать дополнительные слова о Магомеде Магомедове, пропеллере, очень известном бойце российском, который закончил профессиональную карьеру, который вот сейчас рядом с Рамазаном находится в центре ринга. Это заслуженный май спорта по тайскому боксу и заслуженный май спорта по кикбоксу. Известный чемпион, мне доводилось в свое время с ним быть в одной сборной команде России, и Магомед Магомедов по-настоящему большая величина в профессиональных единоборствах, и великий чемпион не повезет этого слова. Просто вот, опять же, забытый кем-то, и он не попал в ту эру российского телевидения, которая анонсировала и показывала бы эти бои. Вот посмотрите, сейчас начался бой с места в карьеру сразу же. Мне осталось к вашему налогу, Максим, только дополнить, что просто кого попало, не берет себе в ученики. Очень избирательно относится к бойцам, ну, с его толпы, в общем, понятно. Рамазан, посмотрите, как улыбается во время боя, показывает. Вот работа коленями и ногами у Рамазана великолепнейший. Очень яркий боец, на него всегда приятно смотреть, техника очень чистая. Есть такой термин единоборства, он очень чистый боец, соответственно, на него всегда приятно смотреть. Сейчас я смотрю, как он изучает своего соперника, смотрит, с какой скоростью тот Рокки выбрасывает. Видит, что успевает раз за разом, он атаку даже не принимает на защиту, а просто проваливает. Это такая манера тайского бойца, который первый раунд начинает с небольшой разведки, что есть в Рамазан. Сейчас попал он из голени, очень сильный фейкик в области, вот еще один лоу-кик под переднюю ногу, очень сильный попал Рамазан. Рамазан правильно сделал, мне кажется, тактически, он дал его вымахаться своему оппоненту, посмотреть на его арсенал, что он умеет, что он может под внутреннюю... Кстати, мы говорили уже, типа три классифики Иван, ударной техники, клинч запрещен, небольшой прихват, разрешенный удар коленом, любое техническое действие. Вы смотрите, что творит, а сейчас, уважаемые телезрители, от одиночного удара рукой увернуться очень тяжело. Очень тяжело, он умудряется уворачиваться, я имею в виду Рамазана Рамазанова, от левого прямого он просто убрал голову. Вы знаете, как на тренировке, когда вот эта груша подвешенная, она резинка круглая, ты ее ударил, а потом учишься голову убирать, чтобы она обратно тебя не стукала по лбу на обратном движении. То же самое, рука, причем, быстро была выкинута бергейцам и Мамуду, он серьезный этот удар производился, Рамазан просто голову убрал. Ну, хорошее видение, без нервов человек работает, сразу понятно, нету вот этой излишней дерготни, не успею перекрыться, я просто уйду. У них попадание было, небольшой как раз прихват, колено и тут же рука. Рефери в ринге, представитель республики Словакия, сделает устное замечание. Прихват удар коленом в голову? Он предупредят. Нет, он, видимо, делает устное замечание за долгий клинч. Был не прихват как раз техническое действие, а долгий был клинч. Со стороны Рамазан он достаточно так серьезно захватил шею. Врачи вызвали этот. Давайте смотреть. У нас есть роскошная возможность посмотреть на повтор. Смотрим раз и есть. Сейчас помощь ему оказывают, аккуратно в нашем углу. Есть возможность понаблюдать на все это. Делает минус балл, предупреждение и снимает очко с Рамазана. Для Рамазана имею... Рамазана Рамазанова, что ж я не имею, хочу... Для Рамазана Рамазанова, конечно, это лишний стимул. Но теперь надо качественно бить, качественно, сильно. Будет спокойно разбираться с дистанцией сейчас. Ушел, отдай его, там первый номер, спокойно охотится. Провалил, раз, провалил, два. Я вам расскажу еще небольшой такой секрет, что все-таки появление Рамазана на российском ринге и в ринге того турнира, как делает фриджеская компания «Файденец», особенно обозначено тем, что у Рамазана есть давняя цель встретиться в матче реванша с Мэнхерсоном. Мэллана Мэнхерсоном, очень известным, молодежным, вы знаете, голландцем из ярких представителей «Файденец», как раз чемпионом Голландии, неоднократным победителем на нескольких турнирах Гран-при «Файденец», этапов Гран-при. И я вам честно признаюсь, и у продюсеров «Файденец» Канела Гаджиева и Баку Стасика очень большое желание осуществить этот бой в 2012 году. Если это удастся летом, возможно, и сделать этот настоящий матч реванш очень незнаваемым чемпионом из Киева. Чем более интересные и незнаваемые бойцы будут появляться на ринге «Файденец», тем лучше. Это интересно зрителям, причем как специалистам, так и не специалистам. Это привносит интригу. Когда два бойца, нужно раз бойца, очень серьезного уровня сходятся, ну, конечно. Конечно, придет и зритель в том числе. Кстати, можно сказать, что «Рамазан Рамазан» готовился в течение месяца, опять же, в стенах «Файдбазы» вместе с Владимиром Минеевым, как раз тоже бойцом, который будет в главном событии сегодняшнего вечера принимать участие. Одним из главных событий? Ну, либо, да, одним из главных, хотя, опять же, анонсируем таким образом, что все-таки мейн-эвен Владимир Минеев, Давид Радеф, да, и вот они одного веса, примерно одной антропометрии и очень друг к другому подходили как спарринг-партнеры и как партнеры и друзья в ринге. Вот, посмотрите, какой обмен найдет. И Рамазан очень качественно закончил милым хиком обоцовующе. Это надо обладать очень серьезным здоровьем, чтобы предлагать Рамазану такой размин. Посмотрите. И он танцует, танцует на маду, танцует, как птичка. Почему это он делает, непонятно мне. Это было настолько неожиданно, что он разошелся. Не на шутку. Это было встречное попадание. Вы знаете, здесь как могло быть наоборот. Рамазан мог нокаутировать по маду, нокаутировать с ноги. Посмотрите, что он делает сейчас. Далее поклонно. Магомед 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 Магомед, его успокаивает, не говори за мной. Думал, спокойнее другу. Давай, занимайся. Удачи тебе, удачи. Уходи в свое уговорение. Сейчас спортсмена надо приводить к себе, в любом случае. Для нас с вами, дорогие друзья, при всех, знаете, вот когда один спортсмен превосходит другого практически по всей компоненте, в бойцовской компоненте я имею в виду. Это напоминание о том, что нокаут это не обязательно сильный удар. И это, как правило, удар просто неожиданный. Я понимаю разочарование. Я понимаю разочарование зала. У нас это очень сильно сейчас ставит какую-то позицию. В позицию? А я скажу, в позицию оправдывающихся, в любом случае. Мы довольно много авансов Рамазану Рамазанову выдали. Это подтверждение заслуг. Да, реальные авансы. Он действительно был этим чемпионом и остается им. Да, если пропущено. Вы знаете, здесь действительно много сейчас может появиться людей, критикующих. Но я вам скажу, как человек в бывавшее время и не раз, здесь эффект одного удара. Он всегда действительно, вот за это мы и любим единоборство, что в любую секунду каждый может проиграть. И каждый может одержать победу. Неожиданно для всех даже пропустив всего лишь внезапный лаки-панч. Тяжелый, нафутирующий, счастливый удар. И здесь мы не можем сказать... Мамуду был хуже. Мамуду выиграл. Великий хвален на слов за бойца победившего и проигравшего, который не является в этот момент каким-то там слабым уровнем бойца. Он просто не видел этот удар. Это эффект неожиданного удара. Вот мы сейчас видели проявление этого всего, Дмитрий. Поэтому, к сожалению, пока так. А так у нас есть победитель. И это бельгийский боец. Красочный ролик из того, что происходило когда-то, когда-либо. И нам сейчас заявляют никого, не нового, как Володя Минеева. А это как раз повтор. Повтор того самого удара. Обратите внимание. Ну, здесь нужен, конечно, Максим как специалист. Максим, ну что произошло? Давайте смотреть. Дмитрий, вы знаете, здесь произошло то, о чем я уже сказал. Лаки-панч. То есть чисто лаки-панч. Лаки-панч, да. И встречный лаки-панч. Это встречный удар. Вы знаете, много нокаутов мы видели. И в боксе, и в кикбоксе, и в тайском боксе. В ударных видах, наоборот встречные нокауты. А чаще всего это был лаки-панч. Даже такой великий боец и боксер. Майк Тайсон. Все его знают, все о нем слышали. Даже он выиграл бои лаки-панчем. На моем опыте два звека было. В данном встрече, он попадал справа, не видя. Сам закрывал.